Здравствуйте! Время новостей на телеканале КОКЩЕ, в студии Арайлум Шатарымбек и в начале коротко о главных событиях дня. Специализированная международная выставка «Демонстрация жена-дала» Green Day 2024 состоялась в регионе. О том, как прошло масштабное мероприятие, через несколько минут расскажу вам я, Зарина Беккалиева. Прошло заседание постоянных комиссий областного маслихата по вопросам бюджета и экономики. Подробнее об этом через несколько минут расскажу вам я, Вероника Цветкова. В пункте проведения ЕНТФ Кокшетау тестирование осталось более 6000 раз. Подробности уже через несколько минут расскажу вам я, Эльмира Оспанова. В текущем году начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, присутствовавший на приеме у президента. Как отметил министр, на сегодня в Казахстане открыты 25 филиалов иностранных вузов. В целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01, EduSystem и Huawei. В рамках программы «Балашак» планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. В заключение президент Касымжомар Токаев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежития. Начата подготовка кадров в области искусственного интеллекта. В настоящее время на базе 17 вузов по 15 специально отработанным программам учается более 2000 студентов. Глобальная ситуация не повлияла на работу в наших аэропортах на государственную службу. Министерство цифрового развития сообщило, что ситуация находится на контроле. В настоящее время не зафиксировано никаких сбоев в работе важнейших инфраструктур страны и государственных IT-сервисов. Жалоб не поступало, все системы работают в нормальном режиме. Заболевания корь и коклюш передаются через непривитых граждан. Об этом сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. По словам заместителя председателя комитета Зауре Ахметовой, на прошлой неделе было зарегистрировано 94 случая кори. Однако это на 72 случая меньше, чем на предыдущей неделе. С этого месяца также уменьшилось количество людей, болеющих коклюшем. За последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев. В Астане на верстающей вакцинации охвачено порядка 3000 детей. Это 87% от числа тех детей, которые пропустили иммунизацию. В преддверии Дня Металлурга сотни рабочих были награждены государственными наградами за плодотворный труд в отечественной металлургической отрасли, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны. Специальный указ был подписан главой государства. 22 рабочих стали кавалерами ордена Хурмет. 41 промышленный работник был награжден орденом ИМВЕК ДАМХ Третьей степени. 51 человек получили медаль Ирине Мбега-Эшен. Также 7 специалистам вручили почетные грамоты президента. Специализированная международная выставка-демонстрация «Жанада Лагриндэй-2024» состоялась в Окольском районе. Она собрала более 200 компаний из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также свыше 5000 гостей профессионалов агропромышленности и агробизнеса. В рамках мероприятия прошла презентация более 500 единиц различной сельхозтехники. Подробнее расскажет Зарина Беккалиева. Традиционный агрофорум в формате Дня поля проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области аграрного производства и агротуризма. В числе гостей и участников мероприятия Аким Акмолинской области, министр сельского хозяйства Республики Казахстан, президент Национальной академии наук Республики Казахстан, чрезвычайные и полномочные послы Франции, Германии в Республике Казахстан, представительства Российской Федерации, делегации Акиматов областей и районов. Акмолинская область является, вы сами знаете, жительницей нашей республики. Она взаимодействует со всеми многими странами. Общий товарооборот области за прошедший год вырос на 27% и составил более 2 миллиардов долларов США. К слову, в 2023 году наш внешний торговый оборот с Францией составил более 72 миллионов долларов США, что 23 раза больше, чем в предыдущем году. А с Германией торговый оборот вырос почти в 5 раз. Министр сельского хозяйства, в свою очередь, остановился на текущих задачах по увеличению объема валовой продукции в два раза за пять лет. Отмечено, что это требует от отечественного агропромышленного комплекса ускоренного внедрения современных технологий как в растениеводстве, так и в животноводстве. У Казахстана есть возможности для наращивания производства и выгодного экспорта. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет более 200 миллионов гектаров, в том числе 25 миллионов гектар пассивных земель и 180 миллионов гектар – это пастбище. Это дает огромные возможности для расширения сельскохозяйственного производства. Государство возмещает от 25 до 50 процентов от инвестиционных вложений в зависимости от направления реализуемого инвестпроекта. Выставка включала в себя насыщенную научно-практическую и шоу-программу. В рамках мероприятия ведущие эксперты обсуждали актуальные вопросы и делились передовыми практиками. Наша компания представляет здесь сегодня нашу продукцию. Мы занимаемся продажей пестицидов, удобрений и семян. Сегодня замечательное мероприятие, которое происходит ежегодно, там, где фермеры могут встречаться с производителями, либо с дистрибьюторами, расширять свой комьюнити, расширять свой круг общения и находить для себя нужные решения. Продемонстрированы новые сорта сельхозкультур, а также технологии их разработки. Участники выразили мнение, что изобретатели и разработчики данной сферы должны быть поддержаны. Первые проведена форсайт-сессия, где затронуты темы современных технологий в сельском хозяйстве, климатических прогнозов, международного сотрудничества. «Это большое мероприятие проходит в Акмолинской области и имеет свой смысл. Потому что Акмолинская область является крупнейшим регионом нашей страны по сельскому хозяйству. В настоящее время по прямому поручению главы государства создаются советы по науке и технологиям в каждой области, в каждом регионе. Один из таких больших советов создан в вашей области. Совет по науке и технологиям возглавляет Аким области или первый заместитель». В ходе мероприятия наградили ряд граждан, внесших вклад в развитие сельского хозяйства. Также была проведена встреча аграриев с министром сельского хозяйства и Акимом Акмолинской области, где была предоставлена возможность напрямую задать волнующие их вопросы. Они касались субсидий, удобрений, системы финансирования и другого. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Кукщиах, Парад. На заседании постоянных комиссий областного Маслехата участники обсудили решение проблемы кредиторской задолженности медорганизации по области. За шесть месяцев этого года процент составил 68,9. Сумма увеличилась почти до 5 миллиардов тенге. По словам членов постоянной комиссии, управление здравоохранения Акмолинской области не выполняет свою работу должным образом. Наибольшим ростом просроченной задолженности наблюдается по девяти организациям. Степногорская многопрофильная межрайонная больница задолжала больше всего – 368 миллионов тенге. Как отметил член постоянной комиссии по социальным вопросам, управление здравоохранения Акмолинской области переложило свою ответственность на больницы. Динамики улучшения нет. Как управление здравоохранения, вы должны быть конкретным планом действий предоставлены. Вот эти приказы, которые вы издали, проведен анализ. Результаты этих анализов вы на графике нигде не показывали. Не видно, какие вы анализы провели и что вы должны были сделать, пошагово. Вы сейчас в данном случае переложили ответственность на эти больницы, где есть задолженности, и говорите, что какое-то там у них гарантийное письмо. Да, вы перечислили, что это означает, но при этом управление здравоохранения, на самом деле, получается, не бывает в данном случае руки и конкретные меры не показывают. Что огорчает, я могу сказать, к сожалению, мы более чем два раза выросли по задолженности. Об этом сегодня поговорим. Мне письма были, я посмотрел, шесть человек у нас. Наказаны ответственные администраторы, которые это допустили. Есть письменные гарантийные обязательства о погашении. Район, к сожалению, меня смутил Кургажинский район. Если сегодня присутствует представитель Маслехата, я прошу обратить внимание. При вашей численности 53 миллиона – это критично много. В самом управлении здравоохранения отметили, что принимают ряд мер в этом направлении. Одно из них – это письменные гарантии о ликвидации кредиторской задолженности до конца текущего года. Гарантийное письмо наши руководители нам представили не только с гарантией, что мы закроем кредиторское, но и меры погашения, то есть какие будут предприниматели. Это оптимизация штатного расписания. Это у нас сокращение совместительства, совмещение за счет своей собственности. Это пересмотры у нас лекарственных средств. Приняты клинические промокологи, то есть тоже пересмотры некоторых организаций для улучшения товара, работы, услуги – все пересматривается. То есть это не только расписка, а какой-то комплексный план или карта своего рода. К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечено 9 руководителей медицинских организаций. Стоит отметить, что задолженности заработной платы, налогом и отчислением в организациях нет. Вероника Цветкова, Павел Соловьев, Кокще, Акпарат. В области 378 несовершеннолетних состоят на учетах в полиции. Три дня в регионе проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Задействованы порядка 400 сотрудников полиции. Правоохранители проверяли подростков, состоящих на учетах в ОВД, а также общественные места, ночные развлекательные заведения, заброшенные дома и другие возможные места их появления. Так, за первый день ОПМ полицейскими установлены 47 несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улицах беззаконных представителей. Двое из ребят в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ОПМ сотрудниками группы ювенальной полиции Окольского района Несовершеннолетняя местная жительница 2015 года рождения была помещена в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В отношении родителя подростка за систематическое распитие алкогольных напитков направлены материалы в суд. Напомним, что цель ОПМ – борьба с безнадзорностью несовершеннолетних, профилактика преступлений, совершаемых подростками и против них. Пресечение фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища, а также пресечение реализации несовершеннолетних алкогольных напитков и табачных изделий. В настоящее время с начала года больше 2865 таких детей было выявлено, которые находились в ночное время без сопровождения взрослых в различных заведениях и на улицах. Да, в этом году у нас, к сожалению, в отношении 57 несовершеннолетних были допущены преступления разного вида. Хотел бы еще предупредить родителей, что уже с начала текущего года на территории области у нас утонуло четверо детей. Из них двое как раз-таки находились без присмотра родителей. Вот здесь, вот как я сказал, что все вот эти происшествия, связанные с детьми, они всегда происходят из-за бесконтрольности самих родителей. Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 миллиардов тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым. Средства будут направлены Акиматом на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Североказахстанской областях. В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутеколь, Кумтугай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтикибийского района. В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к городу Адбасару, автодороги Адбасар-Сочинская, ремонт автодорог Жалтыр-Макинск, подъезд к селу Калутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений. В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений. В Североказахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кукшетау-Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 километров. Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения. Как отметил вице-министр, впервые в Казахстане начата работа по борьбе с незаконными лотереями в социальных сетях Instagram и TikTok. Согласно законодательству, исключительное право на проведение лотереи принадлежит оператору лотереи и его агентам. За организацию незаконной лотереи предусмотрена административная ответственность в штрафы от 4000 до 3,7 миллиона тенге. На сегодняшний день к административной ответственности в виде штрафов на сумму 7 миллионов тенге привлечены 16 граждан, сказал Мирас Тулебаев. На рассмотрение суда направлены 30 протоколов о правонарушениях. Еще по 35 фактам собираются материалы для привлечения к ответственности за незаконные розыгрыши в соцсетях. По информации Тулебаева, также ведется работа по выявлению организаторов интернет-казино и нелегальных выкмекерских сайтов. На сегодня выявлены три организатора 15 таких ресурсов. Казахстанский общественный фонд Безбергем из Казахстана оказал поддержку кыргызстанцам, пострадавшим от сели на юге страны, отправив 40 тонн гуманитарной помощи. По данным МЧС Кыргызской республики, утром 19 июля грузовые форы пересекли казахстанско-кыргызскую границу и направляется в Оршскую область. В состав гум-помощи вошли продукты питания, мука, сахар и другие продукты, товары первой необходимости, а также средства гигиены. Напомним, 14 июля в Орше и Оршской области прошел разрушительный сель, в результате которого погибли пять человек, пострадали населенные пункты Мады, Датка и Башбулак, где была затоплена 642 жилых дома, 4 школы, детский сад, 2 больницы, музей и ФАП. В Орше нанесен урон 146 жилым домам и детскому саду. В регионе закончилось основное единое национальное тестирование. В шести областях Казахстана, пострадавших от паводка, включая Акмолинскую, срок сдачи был продлен до 12 июля. В пункт тестирования в Кокшетау поступило около 6 тысяч заявок. Среди абитуриентов были не только Акмолинцы, но также выпускники из ближайших районов Северо-Казахстанской области и Астаны. Подробнее о результатах ЕНТ-2024 в следующем сюжете. Жан Сая доктор Бай – выпускница IT-лицея имени Альфа-Раби в Кокшетау. В этом году девушка сдавала ЕНТ по профильным предметам «Всемирная история» и «Английский язык». Лучший в областном центре результат – 134 балла. Делица с нового года готовилась к тестированию по онлайн-курсам, постепенно улучшая результаты на пробных экзаменах. Я IELTS сдала 2 декабря прошлого года и набрала 7,0 баллов. Я на самом ЕНТ не сдавала английский язык, но благодаря IELTS мне зачислили 50 баллов. Уже довольно давно увлекаюсь иностранными языками. В особенности я начала с французского языка. Я уже им занимаюсь почти 5 лет. И в дальнейшем я хочу развиваться в этом плане. Выбираю специальность переводчика, так как это очень тесно связано с языками. И планирую начать изучение китайского языка. Хороший результат ЕНТ – не единственное достижение абитуриентки. Ранее она защищала честь области на Республиканской Олимпиаде по французскому языку. Стоит отметить, что IT-лицей в Кокшетау в этом году закончили 49 выпускников. 14 из них набрали свыше 130 баллов на национальном тестировании. Всего по республике таких результатов чуть больше 700. Особенность ЕНТ в этом году – специальные условия для выпускников из пострадавших от поводка регионов. 20% от общего количества грантов будут распределены среди выпускников этих областей. Также им позволено использовать для конкурса на грант результаты сданного ранее ЕНТ, если на летнем они набрали меньше баллов. В этом году для обучения на бакалавриате выделено около 79 тысяч грантов. Документы для конкурса, поступающие из пострадавших от поводка регионов, могут сдать до 24 июля. Список имен обладателей будет опубликован уже 10 августа. Эльмира Оспанова, Сабурбек Шириазданов, Ардак Тлюгабылов, Кокщиак, Парад. Начиная с прошлого года, партия Аманат был запущен проект «Безопасное общество». Одно из направлений программы – противодействие вандализму. Представители молодежного крыла Жастаруха при партии занимаются борьбой с его последствиями. На спарке Бурабай прошла очередная акция «Нет вандализму». Активисты устраняли последствия вандализма на территории горы Булектау. Они убрали мусор и освобождали ветки деревьев от завязок, сделанных туристами на память из целлофана, ткани, целлюлозы и других материалов. Я считаю, что проведение таких акций способствует привлечению молодежи к чувству ответственности за свою среду обитания, а также, безусловно, сохранение природного наследия нашего родного края. Чисто там, где не мусорят. Именно мы призываем жителей и гостей города Чудинск, поселка Бурабай, сохранять наше культурное достояние и убирать за собой мусор. Кроме того, в борьбу с вандализмом вступили представители областного филиала молодежной антикоррупционной организации «ЖАСХРАН» и волонтерского движения «Лидер КИИЗЭТ». Вклад в чистоту курортной зоны Бурабай внесли порядка 30 ребят. Им помогали сотрудники Боровского лесничества Государственного национального природного парка «Бурабай». Для специалистов лесного хозяйства различные акции очень важны. Потому что в нашем национальном парке «Бурабай» очень много туристов приезжает на территорию. На такую красоту, конечно, все приезжают. Но и также оставляют они здесь, получается, и мусор, вандализмом занимаются, пишут на скалах, на камнях. Отметим, в стране ужесточили ответственность за вандализм в рамках принятого Мажелисом во втором чтении закона о противодействии торговли людьми. Нарушение по статье 294 Уголовного кодекса «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 до 200 месячных расчетных показателей. За это также могут назначить исправительные и общественные работы на срок до 160 часов, либо арест до 50 суток. Одним из мест, где можно взглянуть на жизнь сегодняшнего дня через призму истории, является музей. В Акмолинской области на данный момент их насчитывается более 200. Один из них – Степногорский историко-краевический музей, который недавно отпраздновал свое 30-летие. Степногорский историко-краевический музей был открыт в 1994 году. В нем имеется пять залов, охватывающих историю края от древних времен до современности. В водном зале есть карта Акмолинского региона и диорама города Степногорска. Второй зал носит название «Природа и археология». В нем представлены экспонаты, собранные в ходе археологических экспедиций в ущелье Шандын-Курасе. Зал этнографии демонстрирует гостям культуру и традиции казахского народа. В зале «Современность» представлена информация о промышленных предприятиях страны. В этом зале представлены модели 13 фабрик. На доске есть информация о данных заводах. Все данные предприятия внесли свой вклад и помогли в развитии региона. Каждую модель предоставили сами организации. Например, горно-сельский комбинат. Рядом с ним находится подшипниковый завод и ликероводочный завод. У нас также есть завод под названием «Тепличные технологии». Также имеется зал боевой славы. Здесь посетители могут увидеть элементы одежды и фотографии ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн. Даже сохранились личные вещи героев. У нас в городе находятся две воинские части. Наши сеновыцы тоже участвовали в войне в Афганистане. 1979-1979 год. Наши пятеро сеновыцы, которые погибли. Сейчас в этом году идет реконструкция памятника. У нас памятник открытый воинам афганцам. У нас в городе мощное афганское движение. У нас в городе существовал военный учебный пункт. Там ребята прыгали с парашюта. Основной работой музея является сохранение памятников культуры и исторических событий. Вот уже 30 лет сотрудники музея рассказывают историю региона подрастающему поколению и прививают чувство патриотизма. Эдуард Погребицкий, Лауро Долитбек, Журцын, Мерзак, Купщий, Акпарат. На востоке Афганистана страшные штормы и дожди обернулись наводнения. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 47 человек. Были разрушены сотни домов. По мнению местных властей, число жертв может увеличиться. Особенно сложная ситуация сложилась в деревнях провинции Нанганхар. Здесь из-за сильного ветра мгновенно обрушилось более 100 укрытий. Кроме того, в регионе повреждены электрические провода, и многие люди остались без электричества. Были смыты сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. В китайском городском округе Цигун произошел пожар в торговом центре. В результате, по последним данным, погибли 16 человек. Удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Специалисты начали определять ее причину. По данным агентства Синьхуа, пожар охватил 14-этажное коммерческое здание. Хотя спасатели прибыли вовремя, некоторых людей спасти не удалось. Сейчас спасательная операция продолжается. Когда начался пожар, внутри было много людей. В Греции введен полный запрет рабочей деятельности на открытом воздухе в полуденные часы при высоких температурах. На срочном закрытии всех археологических музеев с 12.00 до 17.00 настаивают врачи и депутаты. Несмотря на запрет работать в эти часы, Акрополь в Афинах был открыт для посещения, когда температура на солнце поднялась до 50 градусов. По счастливой случайности жертв не было, сообщила дежурная бригада врачей. Власти настаивают на том, чтобы запретить работать на открытом воздухе, остался в силе. Все это приведет к остановке всех служб доставки на дом. Официантам в пляжных заведениях также запрещено обслуживать клиентов до 17.00. Пятые всемирные игры кочевников впервые пройдут в Казахстане, в городе Астане. В соревнованиях примут участие порядка 4 тысяч спортсменов со всего мира. В состязаниях представлены несколько видов национального спорта, в том числе игры «Асы-кату» и «Бес-асых». Состав сборной страны приступил к учебно-тренировочным сборам в Бурабайском регионе. Сегодня вид спорта «Асы-кату» популярен не только в Казахстане, но и в других странах. Жомар Сабржанов – один из тех, кто вносит значительный вклад в развитие и популяризацию национальной игры. Заслуженный тренер страны имеет медаль за заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Казахстан. Отметим, что Жомар Сабржанов регламентировал и систематизировал правила игры «Асы-кату». В настоящее время он главный тренер национальной сборной по данному виду спорта. «Из основной сборной мы отобрали четыре мужчины и четыре женщины. Теперь мы работаем над дальнейшим совершенствованием их навыков. Основная цель – победить в играх «Асы-кату» без «Асы-к». Таким образом внести свой вклад в развитие нашей страны. Сегодня порядка 90 тысяч молодых людей занимаются «Асы-кату». Имеется 1119 тренеров. В 18 из 20 регионах мы открыли собственную федерацию. Есть более 60 мастеров спорта, в том числе два мастера спорта международного класса». Отметим, что «Асы-кату» впервые в этом году включили в программу пятых всемирных игр кочевников. Спортсмены сборной Казахстана также будут состязаться в национальной игре киргизского народа «Ордо». В ней две команды соперничают между собой. По правилам, в каждой из них по восемь игроков. Основное отличие от «Асы-кату» заключается в том, что в игре «Ордо» используют кости крупного рогатого скота. «В игре киргизов «Ордо» примут участие два спортсмена из Астаны. Два из Шимкента, один из Павлодара и три из Туркестана. В «Асы-кату» используются кости из коленного сустава овцы. Вес одной кости должен составлять 33 грамма. А в игре киргизов играют с костями коров и верблюдов. Также отличается размер круга, в котором происходит игра. В «Асы-кату» он должен составлять 5 метров. В игре «Ордо» – 12 метров. Сборная Казахстана по «Асы-кату» сильная. Среди спортсменов – обладатели Кубков Азии, мира и чемпионы страны. «Я начал заниматься «Асы-кату» в 2019 году. Участвую в чемпионатах страны, международных соревнованиях, во всемирных играх кочевников. Занимаю призовые места. На днях прошел республиканский турнир «Алаш-сакасе», где я стал лучшим среди 15 сильнейших спортсменов». На сегодняшний день проходят активные учебно-тренировочные сборы. Спортсмены будут оттачивать навыки в Бурабайском районе до 24 июля. Самый молодой игрок сборной – уроженка Зерендинского района Кугершин-Думан. «В сборах вместе со мной тренируются еще три девушки. Подготовка хорошо проходит. С 9 утра до обеда и с 3 часов дня до 5 играем в «Асыки». В остальное время посещаем тренажерный зал, делаем пробежку, плаваем в бассейне». В состав сборной страны вошли лучшие спортсмены из Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областей, городов Астаны и Шимкента. Они намерены победить в соревнованиях пятых Всемирных игр кочевников. Отметим, что в них примут участие представители из ста стран. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся с вами в следующем эфире.